Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели в эфире программы «Якутск. Сегодня». У микрофона редактор я, Мария Ким, и со мной сегодня за пультом коллеги Николай Слепцов-Файден и Мария Санхалырова. А у нас в гостях мэр города Якутска Евгений Николаевич Григорьев. Здравствуйте. Здравствуйте. В первую очередь спасибо большое, что вы в плотном графике выделили для нас время и пришли рассказать нам об итогах уходящего 2023 года. Хотим узнать, как он прошел для вас, для вашей команды, для окружной администрации, какие итоги, и уже на перспективу поговорим. Спасибо большое, что пригласили. Во-первых, пользуясь случаем, хочу поздравить всех радиослушателей и телезрителей, кто видит нас сейчас в прямом эфире с наступающим Новым годом. Хочу поздравить вас лично, всю редакторскую команду. Хочу пожелать всем вам всего доброго в 2024 году, чтобы успехи ваших близких, ваших детей, внуков, родителей радовали вас. И каждый новый день приносил лишь добро и радость. Хочу пожелать всем нам вместе победы, чтобы мы 2024 год встретили как победители. Что касается 2023 года, окружная администрация и в целом город Якутск показали по многим показателям очень хорошие результаты. Я бы хотел даже сказать, что основная ассоциация у меня складывается, словом, рекордной. Несмотря на все эти вызовы, которые мы столкнулись в масштабах страны, благодаря слаженной работе и национальным проектам, инициированным президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы одновременно в 2023 году строили рекордные 6 школ. Такого не было еще. Строили рекордные 6 спортивных залов. Проводили капитальный ремонт в рекордном количестве школ. 13 школ мы провели ремонт. За 3 года благоустройства мы произвели капитальный ремонт на территории 128 многоквартирных домов. Это опять же рекорд. Поэтому в целом надо сказать, что по всем задачам, которые мы поставили себе в 2023 году в рамках строительно-монтажных работ, в рамках разработки проектно-сметных документаций, мы все планы выполнили. На этой неделе открывали школу в Хатасах. Сегодня завершено строительство школы пристроя в 26 школе. 2023 год также знаменовался большими общественно-политическими событиями на территории нашей республики и города. Это были трехуровневые выборы. Выборы депутатов Якутской городской думы, выборы депутатов Государственного собрания Илтумен и выборы главы республики. В городе Якутске была проведена большая работа по выдвижению кандидатов от партии «Единая Россия». Был предварительно организован правильно праймерис, подобрали кандидатов. И по результатам выборной кампании у нас из 29 депутатов 21 представители «Единой России» в городском собрании. Ну и Вилтумене, значит, тоже абсолютно большинство «Единой России». И с большим перевесом практически абсолютную победу одержал глава республики. Это означает, что люди видят те качественные изменения, курс партии, курс реальных дел. И поддержали это своим волеизъявлением на выборах. Вот это вот основные, значит, такие моменты, которые кратко я хотел бы затронуть в 23-м году с точки зрения политики. Теперь с точки зрения стратегии. В 23-й год ознаменовался для города Якутска большой победой. Это определение и защита мастер-плана города Якутска перед президентом страны. Это уникальный шанс. Владимир Владимирович Путин посмотрел лично планы по развитию города Якутска и утвердил их. 5 сентября прошла защита, а 7 ноября Владимир Владимирович подписал перечень поручений по проведенному совещанию. Относительно Якутска там 26 пунктов. Это колоссальная победа, я считаю, для всех жителей города Якутска, для республики в целом. Под поручениями президента выполняются. Эти поручения поставлены как федеральным органам, так и республиканским, так и нам, городу. Поэтому здесь можно сказать, что вся мощь, которая есть у нас во всех уровнях власти, будет направлена на развитие города Якутска. Мы получили исторический шанс к нашему 400-летию, нашего города, сделать качественный скачок. Далее, исходя из мастер-плана, мы уже в этом году привели в порядок генеральный план, утвердили его. И на прошлом заседании депутатов Якутской городской думы мы утвердили стратегию города Якутска до 2032 года. То есть, можно сказать точно, мы точно знаем, что нам нужно делать до 2032 года. И вот для телезрителей, радиослушателей, Евгений Николаевич, давайте мы расскажем и раскроем, что такое мастер-план. Вот эти вот 26 пунктов, которые сейчас практически под своим личным контролем взял президент страны Владимир Путин. — Мастер-план, если объяснить такими понятными словами, первое, что в голову приходит, это слово «главный план». Можно сказать, что это главный план того, что мы будем делать на территории нашего города. Где, какие объекты строить и для чего это нужно делать. Вот сам генеральный мастер-план, под мастер-план мы скорректировали генеральный план с точки зрения территориального развития. Вот теперь, если относительно стоимости всех мероприятий, вот все проекты, которые собраны в мастер-план, это что-то построить, что-то, значит, запустить новое. Стоимость их порядка более чем 500 миллиардов рублей. Это колоссальные деньги. Вот из этих 500 миллиардов рублей мы планируем, что более 280 миллиардов рублей это будет финансирование федеральное. 90 миллиардов рублей это республиканский бюджет и городской бюджет. И порядка 160 миллиардов рублей это будут частные инвестиции. Так вот, мастер-план подразумевает для нас, для жителей города Якутска, что по каждому объекту, который должен быть построен на территории города, есть ответственность федеральной структуры, потому что это сказал президент. Для нас это значимость того, что развитие нашего города, задачу для всех федеральных министерств поставил лично президент. Поэтому это совсем другое. Если одно дело представить, что мы отсюда с Якутией приедем и будем там убеждать кого-то, что нам нужно это сделать, чтобы в Якутске было хорошо, это один вес имеет. А другое дело, когда президент ставит подпись под перечнем поручений, что для города Якутска необходимо эти 26 пунктов сделать, а они колоссальны. Представьте себе, вот чего стоит только пункт по строительству Ленского моста. Все, он там стоит до 28 года, Ленский мост. Второй по значимости пункт – это расселить все аварийные дома деревянные, которые имеют статус аварийности на момент 1 сентября 2023 года. Мы провели большую работу за последние три года и признали практически все дома деревянными в Якутске. Это вообще победа. Только вот два этих пункта, можно сказать, это колоссальная работа, которая является одной из самых сложных. Представьте, да, сейчас порядка 40 тысяч человек в общей сложности проживают в ветхом аварийном жиле. И для них вот это является точным мерилом того, что сейчас будут брошены все силы и мощь Российской Федерации по поручению президента для того, чтобы решить эту задачу. Все это связано с тем, что в народе уже давно услышим и видим в федеральных площадках так называемый разворот на восток. Страна, находясь в этом, приоритеты поменялись. Сейчас страна устремлена на будущее и взаимодействие с востоком. Поэтому все города и территории на востоке должны развиваться. Задача наша, чтобы отсюда не только население не уезжало, а задача привлечь наиболее активных, настроенных людей на территорию Дальнего Востока, чтобы достойно работать с нашими партнерами по Азиатско-Тихоаганскому региону. Хорошо. Еще хочется отдельно остановиться на моменте по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Потому что последние два года по поручению Айсена Николаева у нас практически капитально изменился проспект Ленин. Это вот главная дорожная артерия города Якутска. Помимо этого, еще в Якутске ведутся другие работы именно в рамках данного нацпроекта. Хорошо. Смотрите, начнем чуть дальше. Президент инициировал подход национальных проектов, видя, какие основные проблемы есть в стране. Все нацпроекты инициированы президентом страны. Это вот его личная инициатива. И «Безопасные и качественные дороги» направлены на ускоренное решение проблем в населенных пунктах. Вот городу Якутску повезло, что попал в этот проект, а мог не попасть вообще по количеству людей. Нам повезло, что мы находимся на Дальнем Востоке, и что у нас на момент отбора проживало больше 300 тысяч человек. Мы попали в этот список. И задумайтесь, вот вспомните, 2019 год – это первый год, когда мы начали работать по национальному проекту. На момент проведения анализа ситуации дорог в 2019 году, до момента начала национального проекта, уровень соответствующих дорог нормативу был всего 33%. Ну, вспомните, в каком состоянии была улица Жерницкого, Петра Алексеева. Итак, 130 улиц я вам могу прочитать, которые мы сделали. 130 улиц за 5 лет. Далее запускается национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Нас очень серьезно поддерживает в этом республиканский бюджет. Лично Исиан Сергеевич и его колоссальное внимание, который… Ну, он работал главой города, мэром. Он прекрасно понимает все эти проблемы. И в этом плане нам, жителям города, очень круто повезло, что у нас глава работал мэром. Вот и… Ну, вот просто пример, да, немного отвлекусь. 2,2 миллиарда рублей примерно текущий ремонт этого года без учета переходящих объектов. Из них нашего республиканского финансирования чуть меньше, миллиард 400, почти полтора миллиарда. Это только из республиканского бюджета. Поэтому надо сказать, что республиканская поддержка колоссальная для того, чтобы навести на дорогах города порядок. Вот. И за пять лет мы провели ремонт на 130 объектах и построили, отремонтировали или реконструировали 163 километра дорог. 163 километра дорог. В городе всего 560 где-то километров дорог. То есть мы на текущий момент в нормативном состоянии находятся 66% дорог. Уже в нормативном. Отметим, что такого никогда же не было. Конечно, конечно. Это стало возможным благодаря подходу национальных проектов. То же самое касается национального проекта образования, строительства школ, капитального ремонта, модернизации школьных систем. Это сила национальных проектов, сила консолидации бюджетов, направленная, точечная для решения проблем. Дороги, да, идут. Вопросы решаются, проблемы решаются. Дороги, да. Дороги. Меня радует то, что мы не сбавляем темпов, мы остаёмся в таких же параметрах. И на будущий год мы заходим на порядка 30 километров, опять же, будем работать в рамках также национального проекта. Более того, скажу, что мы в рамках развития мастер-плана себе взяли задачу довести до нормативного состояния 100% дорог. То есть это перманентный, постоянный процесс будет. То есть мой дорожный ремонт, который вот... Я понимаю, что вот раньше люди сердились, что совсем плохие дороги были. Сейчас летом сердится, что мы дороги перекрываем. Потому что делаете. Да, но это вот в один момент надо было много сделать. Было бы глупо, если бы мы отказались от ремонта в надежде того, чтобы потом доделали. Нет, пока была возможность привлечь в город финансирование из вышестоящих бюджетов, я как глава принял решение, что ничего, перетерпим. Год, два, вот последние три года мы постоянно терпели перекрытие улиц. Но со следующего года перекрытие будет становиться меньше, да? Потому что все основные артерии мы уже более-менее приводим в порядок. На будущий год мы будем работать там по Аюнскому, 50 лет Советской Армии. Вот сейчас, если поехать в сторону ГРС, уже улица Бабушкина, Крыжановска, их вообще не узнать. Улицу Очеченко не узнать. Улицу Труда не узнать. И таких вот улиц опорных, которые связывают районы между собой, их становится все больше. По сути дела, если мы сейчас сделаем 50 лет Советской Армии, то до ГРСа доехать, уехать вообще не проблема будет. А это начнет в следующем году. Поэтому нам еще пару лет вот так вот усердно поработать, а дальше уже надо будет просто поддерживать в текущем состоянии. Нам самим просто горожанам нужно это понять, что не все и сразу, да? Но постепенно. Да, здесь, вы знаете, как даже на даче ремонт за один год не все справляются. Да, конечно. И приходится иногда просто учитывать наши очень сложные климатические условия. У нас самый короткий строительный сезон. У нас очень сложные, наверное, самые сложные грунты в России. У нас вечная мерзлота, экстремальное расхождение температуры, более 100 градусов Цельсия по году. Поэтому вот в то короткое лето, которое мы имеем, нам надо максимально мобилизоваться и работать. Конечно, здесь мы испытываем сложности и в кадрах не хватает. Первые годы испытывали сложность в старой, не модернизированной технике. Отставание технологическое было сегодня. Все, кто участвует с нами в дорожном ремонте, привели в порядок свое оборудование. У всех современные асфальтобетонные заводы, у всех современнейшая линия по укладке асфальта. Катки новые, асфальтоукладчики новые. Ну, то есть, все самое современное. Это же все шло постепенно. Да, все постепенно. Чудес не бывает. Да, спасибо большое за вашу работу. И еще одна проблемная тема, которая касается горожан, но те, которые живут в аварийном жиле. Вы уже, как сказали, работа идет, все признаны до... Какого было? 1 сентября 2023 года. И вот по программе переселения граждан из аварийного жилья, это практически весь аварийный жилфонд у нас ликвидируется в самое ближайшее время. Смотрите, в городе Якутске на данный момент порядка 1200 деревянных домов. Это осталось вот только? Вот сейчас стоит порядка 1200. Вот, смотрите, мы по факту признали аварийными их почти все до 1 сентября 2023 года. Поэтому колоссальный объем работ, который предстоит нам сделать, по сути дела, в оставшиеся 7-6 лет. Ну, это вот идеальный итог практически этого года. Да, да. То есть, если до этого мы еще твердо не понимали, будет запущен второй этап программы, третий этап программы федерального переселения или не будет запущен, мы, вот, если так сказать, рискнули. Он на Харахпатымбеясьмембаран по-якутски. Если сказать, я принял решение как глава города финансировать с городского бюджета, депутаты меня поддержали, и мы за людей платили деньги в организации, которые дают техническое заключение, чтобы признать дом аварийным. По установленным нормам сейчас это должны были делать люди сами. Когда я зашел, погрузился конкретно в проблематику каждого дома, я понял, что половина людей не могут собраться на общие собрания, скинуться деньгами. Ну, там у кого какие случаи разные. Чтобы помочь людям, мы это сделали сами. Поэтому это колоссальный объем работы по признанию аварийными. Ну, потом, наверное, история все расставит по местам. Мы проделали большой объем работы. Сейчас это, кажется, уже имело смысл. Если мы сможем все это реализовать к 2030 году, все эти люди, которые живут сейчас в аварийном жилье, и которых мы признали за три года сейчас аварийными, они получили шанс улучшить свои жилищные условия. А это живут буквально в ближайшие шесть лет. Это надо уже, условно говоря, каждый день двигаться к этой цели. Благодаря утвержденному мастер-плану президентам, я теперь точно знаю, что каждый день, что мы должны делать, чтобы все успеть. Евгений Николаевич, у вас завершилась трехлетка благоустройства. За три года проделана колоссальная работа по благоустройству нашего города, пригородов. Сейчас какие результаты вы можете описать на сегодня? Ну, рекордом получилось количество отремонтированных дворовых территорий, многоквартирных домов, 128. Более того, аппетит приходит во время еды. То есть сейчас еще больше заявок от населения. Видим, что давайте теперь в нашем дворе отремонтируйте. У соседей хорошо, у нас не очень. А у меня тоже такое предложение. Да, у всех сейчас так. И мы это включили в мастер-план тоже при разработке его. И федеральные коллеги, вот Юрий Петрович Трутин запустил программу «Тысяча дворов», и они видят, как мы в Якутске работаем. Да, дворы преображаются. Мы огромное количество работы провели за три года. И поэтому наша задача в мастер-плане обозначена и поставлена главой республики в его указе до 300 дворов. То есть мы эту программу не сворачиваем, она будет идти параллельно. Вот трехлетие благоустройства запустило механизм. Большая работа была проведена по теплым остановкам. Значит, у нас сейчас в городе Якутске 76 теплых остановок. Мы 46 построили сами. И эту же работу мы будем продолжать. Но самое главное, мы сконцентрировались на направлениях в рамках трехлетних благоустройств. Поэтому основные мероприятия, они достигли своих целей. Вот, к сожалению, Евгений Николаевич, у нас буквально 50 секунд осталось до конца первого части нашего выпуска. И вот, а следующая трехлетка годом чего? Трехлетка чего объявила? Трехлетка развития инфраструктуры. Если по-простому объяснить, мы будем заниматься автобусами, развивать общественный транспорт, поменяем все автобусы и сделаем охват их больше. Значит, будем заниматься уличным освещением и восстановим проточность горканала. Далее будем заниматься социальной газификацией, будем заниматься устранением дефицита пропускной способности газа и, значит, развитием инфраструктуры земельных участков, выданных для многодетных семей. Спасибо большое. Спасибо. Приходите еще раз к нам. Очень интересно. Доведем до наших телезрителей и радиослушателей. С наступающим. Спасибо. Я тоже поздравляю всех с наступающим. Еще раз здравствуйте, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск». Сегодня мы продолжаем нашу передачу. И во второй части моей программы пришли Лада Ильинична Кириллина, заместитель директора Централизованной библиотечной системы города Якутска по библиотечной работе. Здравствуйте. Добрый день. И Пашнина Екатерина Ильинична, заведующая краеведческой библиотекой филиала номер один имени Белинского. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада приветствовать вас у нас в студии. Как прошел ваш год? Давайте я начну. Наш год прошел очень бурно. Я вчера, когда готовилась к эфиру, мне столько хотелось рассказать, похвастаться успехами нашей организации, потому что этот год для нас был действительно очень ярким, очень победным, очень эмоциональным. И у нас очень много достижений за этот год. Во-первых, что я хочу сказать, это то, что в этом году, во-первых, этот год для нас юбилейный. Нашей системе исполнилось 45 лет. Это достаточно много, да, можно похлопать. Чистотый юбилей. Да, мы уже потихоньку начинаем готовиться к юбилею, на самом деле. И в этом году мы сделали очень хорошее издание. Оно представляет очень большую ценность, в первую очередь, не только для наших коллег, да, сослуживцев, библиотекарей. На самом деле это ведь история нашего города. И вот это издание можно прочитать в электронном варианте, называется «Якутско-библиотечный». Мы очень долго собирали материалы, просили всех наших библиотечных ветеранов, нашли архивные фотографии, архивные материалы. И это издание, оно просто по своему объёму, по своей ценности, оно уникальное. Такого издания никогда не было. Вот, и, как я сказала, можно прочитать в электронном варианте, в библиотеке или... Вот, и у нас есть ещё другая книга, тоже, которой мы очень гордимся. Она тоже вышла. Вышла она ещё в прошлом году, но в этом году мы с ней участвовали в конкурсах профессиональных. Это справочник, который известен многим горожанам, имена на улицах Якутска. И... Да, 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 я про это слышала. Отлично, да, мы тоже всегда про него говорим, потому что мы действительно гордимся этой работой. Она, опять же, повторюсь, уникальная. И колоссальная, и там столько, да, вот объёма. Да, да, да. Там собраны уникальные факты, уникальные личности, уникальные материалы. И это единственное издание, где вы действительно можете найти историю улиц нашего любимого города. Только у нас, только в нашем издании. И вот эту работу оценили не только мы, это оценили коллеги по России. У нас есть несколько наград на федеральном уровне. Я специально, как я уже сказала, я хорошо подготовилась, да. Могу сейчас зачитать. Мы получили, например, диплом второй степени Всероссийского конкурса на лучшее библиографическое издание отечественных библиотек в номинации «Библиографические и персональные указатели». Вот, это первая награда. Потом у нас диплом победителя межрегионального конкурса «Душа хранит краеведческая деятельность библиотек» в номинации «Лучшая издательская продукция». И последняя победа, которую мы получили с этим справочником, это диплом в номинации «Лучший просветительский проект библиотеки» на 24-й дальневосточной книжной выставке ярмарки «Печатный двор». Всероссийский урожайный год, да? Всё привезли. Да. Всё забрали. Да, и это действительно два уникальных издания, но побед у нас даже больше по нашей организации за год. Очень круто. И там ещё? Мы не закончили. На второй лист. На второй лист переходим. Помимо издательской деятельности, мы ещё ведём и очень большую работу по проектной грантовой деятельности. Вот, у нас, наверняка многие горожане уже знают, у нас достаточно много библиотек в городе, у нас целых 18 филиалов, от Табагинского мыса до Конголасского. У нас большой дружный коллектив, у нас почти 200 человек. Большая команда. Да, да. И у нас много работы проводится именно по проектной части. Конечно, не все наши проекты выигрывают гранты, но этот год у нас тоже был очень урожайный на гранты. Мы получили, так, во-первых, грант по финансовой грамотности. По финансовой грамотности, наверняка, тоже многие из зрителей, из слушателей, из читателей, из горожан знают, потому что к нам очень много людей ходит на курсы по финансовой грамотности, проходят какие-то занятия. У нас есть проект онлайн-школы финансовой грамотности, и они пользуются очень большой популярностью. А вот эта вот школа, то есть я прихожу туда, прохожу вот эту вот школу, я еще и получаю диплом и удостоверю. Это онлайн-школа. Онлайн-школа по финансовой грамотности. У нас в рамках этого проекта проводятся еще очень интересные мероприятия, например, преакселератор. Это для школьников старших классов, где-то с 9 по 11 мы провели такой преакселератор уже два раза. И там участвуют в том числе и наши социальные партнеры, например, Алмаз, Иргенбанк, Нацбанк и прочие. То есть лучшие лекторы приходят к нам, обучают детей, как вести свой бизнес. Тяжелый артиллерий. Да, да, да. Буквально начиная с самых низов, что такое бизнес элементарно, как открыть свое ИП, как вести документацию, как заняться продвижением своего продукта, как вообще презентовать свой продукт так, чтобы его купили. И вот это вызывает очень большой интерес у людей. Поэтому вот этим проектом мы тоже гордимся. Но возвращаясь к нашим грантам, у нас онлайн-школа «Финансовая грамотность» получила поддержку в размере почти 400 тысяч рублей. Мы выиграли грант. И в следующем году мы также будем этот проект продолжать. Потом у нас очень большой и очень хороший проект масштабный запустила как раз краеведческая библиотека Белинского. О нем чуть подробнее Екатерина Ильинична расскажет. Поэтому я здесь останавливаться не буду. Но там тоже проект очень интересный. И грант тоже был выделен очень приличный, скажем так. Потом в этом году мы стали еще соорганизаторами международного конкурса «Белый мир Арктики» через призму «Белые книги». Главный организатор этого конкурса — это национальная библиотека. Мы выступали соорганизаторами и помогали в организации мероприятий. В этом году были работы также из дружественных стран. Это международный конкурс, повторюсь. И мы с этим же конкурсом и подавались на президентский фонд культурных инициатив. Тоже получили поддержку, примерно 400 тысяч на дальнейшее развитие. Так, и один из последних грантов — это «После дамы Мантенка». Это был конкурс в честь дня рождения «Алмаз-Эргенбанка». «30 добрых дел», если я не ошибаюсь, он так назывался. Проект тоже очень хороший. Он у нас приурочен к детям Азии. Это, можно сказать, и образовательный, и в том числе профориентационный немножко проект. В чём он заключается? Он направлен на информирование, обучение и приобщение к спорту детей с ограниченными возможностями здоровья. То есть мы с ними связываемся, проводим им лекции, проводим им экскурсии, договариваемся с крупными спортивными объектами, вывозим их на место, показываем там. У нас уже вышли, кстати, первые сюжеты по этим экскурсиям. Можно посмотреть у нас на сайте. Вот, это очень интересный материал, обязательно посмотрите. И в следующем году мы тоже планируем расширить этот проект ещё больше. И самый-самый последний грант, который мы выигрывали... Самый-самый-самый. Просто столько хороших новостей, хочется всем успех поделить. Я вижу и поражаюсь, столько работы проведено. Да, да. Вот, и самый последний. Это национальный проект «Культура». Мы выиграли очень большой грант на модернизацию библиотеки. Я вас поздравляю. Спасибо, мы тоже очень рады. Отличные новости. Да, да. Это очень хорошая новость для наших горожан в том числе, потому что библиотека открыта именно для читателей. И мы прямо с начала года начнём работу. Благо, Белинка, как её называют в народе, её знают и любят все. Чуть ли не самый наш популярный филиал. Мои все сердечные. Всем известный. И мы очень постараемся, чтобы она стала ещё приветливее, дружелюбнее, приятнее для наших читателей. Конечно, там будут большие мероприятия. Так, но... Так, что у нас ещё есть самый-самый-самый-самый? Да, да, да. У нас просто действительно много всего. Я вас поздравляю. Спасибо. Конечно, вот это вот всё, это общекомандная работа всех ваших сотрудников. Вы такие все молодцы. И возвращаясь к национальной проекту «Культура», это огромный шанс преобразиться. И не только вот в визуальной, да, там преобразить, ещё и оснаститься. И вот к этому моменту хотелось бы вот про этот... Как и когда до вас такая хорошая новость дошла, что вы попали в нацпроект «Культура», инициированный Владимиром Путиным? Да, получается, работа велась каждым сотрудникам. Все принимали активное участие в создании концепции единой. Мы выиграли 8 миллионов рублей. Такая сумма хорошая. Мы ещё раз попали. Мы единственные по республике из библиотек выиграли. Мы ещё поздравляем. Да. На модернизацию как раз традиционного облика библиотеки. И мы сделаем наше пространство более комфортным для наших жителей. То есть, получается, это будет обновление компьютерного парка, смена наружной вывески, потому что у нас изменилось уже название. А сейчас как будет? У нас сейчас Краеведческая библиотека, филиал номер один имени Виссариона Григорьевича Белинского. Да. Галочку поставили. Да, теперь у нас будет это название. Также будет новая мебель у нас. Будет проведён ремонт, обучение сотрудников. И что самое главное для наших читателей, это комплектование. На полтора миллиона рублей. Новыми книгами пополнится Краеведческая библиотека. Поздравляем. Такие хорошие новости вы сейчас принесли во второй части нашей Веденачи. И как Лада Ильинична сказала про проект, который мы выиграли ещё параллельно. В этом году библиотека вошла в число победителей второго конкурса президентского фонда культурных инициатив. И получила грант в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей на реализацию проекта «Медиа-лаборатория по продвижению якутского языка и чтение на родном языке». То есть, получается, идея проекта заключается в том, что дети будут создавать интернет-контент для своих сверстников на якутском языке. Как хорошо, да. Это же такое приятное было. У нас все заметили то, что идёт снижение интереса детей к якутскому языку. Это во многом обусловлено как раз тем, что в интернет-платформах именно создаются интересные формы на русском и английском языках, а на якутском языке нет. И вот адаптация новых форм на якутском языке создаст новых мнений лидеров для детей. И, конечно же, повысит интерес к якутскому языку. И также станет точкой опоры для чтения на якутском языке. Первый этап у нас уже с 1 августа прошёл. Мы вот уже закрыли первый этап. То есть было приобретено оборудование, установлено, был отбор детей. Проходило у них обучение. И в следующем году с 1 января по 31 января для них будет объявлен конкурс, где они должны будут создать видео на якутском языке. Это будет видео опубликовано в сообществе ВК, в медиалаборатории, где и пройдёт голосование, а победитель получит приз, планшет Samsung. Но у нас есть ещё второй этап, который пройдёт с февраля месяца по май. Также будут отобраны дети, и мы приглашаем всех желающих. А вот насколько дети активно пришли поучаствовать? Вы сказали, что пришли отбор. Ну, сначала, да, это... Ну, не понимали особо, что за проект. Но сейчас они очень активны и создают очень интересные видеоролики. Они так вовлечены и предлагают свои идеи, и очень хотят получить большой приз. Да, планшет. Это вот будет в течение января выясняться, да? Да, в течение января будет пройти, разрабатывать. Да, пройдёт голосование, и мы объявим победителя. Но у нас же будет ещё второй этап. Также будут отобраны дети. Это отличная работа, тем более в таком, да, год детства. И вы практически с 1 января начинаете реализовывать в рамках года детства в республике Саха-Якутия такой проект с детьми. Да. Я так рада, что вы пришли сегодня к вам с такими хорошими новостями, практически в заключительную передачу программы Якутска сегодня. И в этом моменте вот эти вот проекты, которые вы все эти сами всё разрабатываете, вы приходите, это вообще командная работа, да, вы все эти раскладываете приоритетные направления, и потом понимаете, вот этот мы сейчас проект в этом году, да, и этот проект следующий. У нас очень большое количество проектов, как я уже отметила, у нас 18 филиалов, и каждый филиал у нас ведёт несколько проектов. Плюс, конечно, каждый год у нас появляется что-то новенькое в соответствии с веяниями времени. В целом у нас проектов около ста, наверное, их очень много, да, мы выбираем наиболее актуальные, интересные для наших читателей в первую очередь. И, конечно, потом уже начинаем работать над заявкой, в каком конкурсе мы будем участвовать, делать презентацию для проекта. Ну и да, работа там ведётся очень кропотливая. Не все заявки, конечно, получают гранты. У нас также достаточно много проектов, с которыми мы участвовали, но, к сожалению, не получили. Но здесь очень большую поддержку нам, кстати, оказывает ресурсный центр. Они предоставляют очень хорошие консультации. У них очень хорошие эксперты, которые могут просмотреть заявку и помочь, подсказать, что у нас там, возможно, было заполнено неправильно, возможно, надо что-то дополнить. Потому что у каждого направления есть свои требования. Да, да, какие-то свои фишечки, скажем так, да. Поэтому мы, конечно, очень рады, что в этом году мы смогли выиграть такое большое количество грантов. Мы никогда ещё не получали столько грантов за год. Я вас поздравляю. Спасибо. Вы практически бьёте рекорды предыдущих лет. Да, это наш юбилейный ударный год. Ещё, что я хотела отметить, у нас в этом году дополнительно открылась небольшая библиотека, тоже такой филиальчик, скажем, в квартале труда. Про квартал труда тоже наверняка многие слышали. Он в этом году был достаточно популярным местом. Там проводилось очень много мероприятий. И мы открылись там на втором этаже. Вот здесь тоже очень бы хотелось поблагодарить наших коллег. Это руководство квартала труда, кто пошёл навстречу, кто оказывал нам всяческую поддержку. Им очень понравилась эта идея сделать там библиотеку. Естественно, мы были только всеми руками за. Сейчас библиотека у нас уже открылась. Мы её открыли в начале июля. То есть она проработала у нас уже полгода. И в тот же день, в день открытия нашего филиала, у нас состоялся там второй всероссийский библиотечный форум «Библионеформат». Вот это мероприятие пусть и федерального уровня, но о нём, возможно, слышали не все, потому что оно специализированное. Именно для наших коллег-библиотекарей. Но именно для нас это имеет очень большую ценность. Потому что мероприятие федерального уровня, которое проводит муниципальная библиотека. Всероссийская. Да. Ну, провели мы его на очень хорошем уровне. Никто бы сомневался, такая команда у вас хорошая. Да, у нас просто блестящая команда организаторов, которая этим занималась. Конечно, в следующем году у нас будет уже третий библионеформат. Он тоже состоится летом. Точные даты мы пока не определили, станет известно чуть позже. Но это будет где-то ближе к июлю-августу, после Дети Азии, скорее всего. Да, когда, наверное, чуть-чуть посвободнее станет по времени, потому что нас всех ожидают масштабные международные игры. Спасибо большое, что к нам пришли. С наступающим Новым годом. Но я очень надеюсь, что это наша не первая и не последняя встреча. Спасибо. Спасибо.